А потом где-то к 12 вернулся, немножко поготовился, наметил себе первый ход. Наметил, сделал. После Е6 я решил, что надо поиграть на борьбу, пошел С4. Конечно, ход Б6 я не рассматривал, но если бы я хотел сделать ничью, я бы, конечно, пошел сушить в разменной французской. То, что я не доспал, то, что у меня сейчас поднимется давление, мне в голову не приходило. Иначе говоря, вчера был такой день, очень поучительный, полезный для меня, который понял, что в категорию ветерана я уже перешел, хотя до пенсии еще жить-дожить. Среди ветеранов турниры начинаются только вот после 50, а у меня уже со здоровьем проблемы. В общем, позицию вот эту, которая скоро у нас возникнет, я много наигрывал в Тюмени с Еленой Тамиловой, которая играет в женском турнире, когда она с Дмитрием Вадимовичем Кряквиным там жили. То есть мы в одно время посвятили несколько дней розыгрышу этих позиций. То есть Лена приходила домой, смотрела на стук фиши, что тут показывает, и приходила ко мне с новыми силами. Но, тем не менее, компенсация здесь за пешку, которую скоро черные получат, она есть везде. С6, да, ход сильнейший. Слон Ж5, но я не уверен в том, что этот ход настолько хорош, вот я его сделал. Может быть, аккуратнее было просто взять ДЕ и после ДЕ перейти в какой-нибудь иншпилек. Ну, тоже мне казалось, что здесь очень близко к ничьей, а хотелось поиграть. А ход Слон Ж5 на борьбу. СД, СД, ЕД, лишняя пешка. Но компенсация здесь, на мой взгляд, просто великолепная. После КН6 рокировка. Ну, можно было взять на Д5. И снова белые здесь ничем не рискуют. Висит Слон на Д6 у черных. Так, теперь белые могут как забрать на Д7, так и попытаться, после чего они вне зоны риска совершенно точно. Пешка встанет на Е3, КН на Д4, мощный Слон на Д5. Разноцвет здесь, пожалуй, в пользу белых. Ну, так, приятней позиции визуально, хотя объективно она, конечно, очень близка к равной. Вот. Но могут и побороться таким способом за перевес, попытаться создать слабости. Вот. Я сделал рокировку. Этот ход Стокфиш считает неточностью. Ну, такой небольшой. И недолго. Здесь у меня был интересный ход Ферзь Б3. Вообще, ходов было много, но вот эти позиции совершенно точно проверялись. Мною когда-то. И то, что вот на получение этой позиции я потратил, там, не накопил время, а затратил минут 40, вот к этому моменту, могло бы сказать мне о том, что голова соображает тяжело. Но тут я еще не понял, насколько тяжело. То есть, вот здесь, например, очень сильный ход слон А4. Если бы я был в хорошей форме, он бы, конечно, мимо моего внимания не прошел. Ну, белые хотят и конь Б5, и конь Е5 сыграть. Принципиальный ход Ж5 плох. Ну, вот здесь было, что посчитать. Мне же вообще ход в голову не пришел. Здесь очень сильно конь бьет Д5 вместо конь бьет А6. То есть, черные не могут бить Ж, у них теперь на слон бьет Ж2 будет конь бьет Е8. И бедный король черных. То есть, слон бьет Ф1, конь Е бьет Д6. Слон А3, ну и как-нибудь там Ферзь Д2 или там конь бьет А6. И снова конь Ф5. Вот, ну, в общем, позиция у черных совсем мрачная. В общем, эти варианты вы сможете сами посмотреть. Если честно, комментировать эту партию особого у меня ни желания, ни настроения нет. То есть, сразу после... Сейчас мы до этого дойдем, чтобы было после партии. Значит, я здесь пошел конь Б5, ход не точный. После размена стоило пробить на Ф6 сначала, считает железо. И там близко к ничьей. Слон Ф4 ход слабый. Слон бьет Ф6 практически делают. Слон бьет Д5 вернее. И если слон бьет Д5, то слон бьет Ф6. Там вроде как ничья. Вроде сильнее слон С6. Но и здесь черные временно выиграли пешку. Это ненадолго. У них пешка Д7 слабая. Пешка А тоже нуждается в защите. Белые, скорее всего, все отыграют. Ну, получится ничья. Вот. Это я видел. И, может быть, и пошел бы на это. Но почему я сыграл слон Ф4, для меня вообще загадка. То есть начались ходы, которые я не могу объяснить. Кроме того, что играли руки, а руки очень плохо себя чувствовали в этот день. Не, ну иногда и руками получается очень неплохая игра. Вот. Это не тот день. Значит, после Д6 у черных уже лучше. Конь на Д6 не попал. На Д4 он встать, конечно, может. Но тогда он не будет давить на пешку Д5. Отыграть пешку белым, конечно, надо, если они хотят получить перевес. И вот здесь, мне кажется, что... Ну, по крайней мере, железо так говорит, что очень сильно было А6 и Ф7. С идеей тут жестко перехватить инициативу. Где-то сыграть Д4. Слон на Е5 просто прекрасен. Защищает и пешку Д6, и пешку Д4. Прислушившие смотрят на королевский фланг. Вот. Игорь Ильич эту возможность уступил. А, я тут ни слова не сказал о своем противнике. Тоже один из сильнейших уральских шахматистов Игорь Лысый. Он же является соавтором... Моим соавтором. То есть, мы с ним вместе написали книжки на пути... Открытые дебюты на пути к испанской партии. Потом испанская партия... Берлинский вариант испанской партии. И недавно вышла у нас книжка «Английский еж». Где мы очень подробно, может быть даже слишком, излишне подробно анализируем английский еж. Варианты все там хорошо, но многие, на мой взгляд, не обязательно. Просто редактор сказал, что лучше больше. И, в общем, играть мне с ним не хотелось, если честно. То есть, было двойственное состояние. С одной стороны, мне хотелось его обыграть, поэтому после Д4 и Е6 я Е4 не пошел. А с другой стороны, обыгрывать, ну, вообще не хотелось. Потому что, ну, по многим причинам. Но проигрывать тоже, конечно, и в голову мне не приходило специально проигрывать. Но вот серия ходов таких странных позволила снова уравнять позицию. И здесь нужно было сначала напасть на пешку Б6. И после, естественно, Б5 отыграть пешку Д5. И там совершенно равная борьба. Вот, ход ладья АД1, я думал, что это перестановка ходов. На самом деле, после ладья С8 слон Е3. 20-м ходом белые переставили ходы. И черные не обязаны здесь ходить Б5. И они взяли на С3. Решение правильное. Черные уже играют на победу. Хотя, объективно, позиция близкая к равной. После ладья... Вот, железо считает, что ладья бьет Е2 сильнее. Это оно врет. Потому что в этом случае белые легко разменивают свои ладьи. Ладья Е1. У них не останется плохих фигур. А лишняя сдвоенная пешка будет черным... Как бы... Единственным утешением. Явного плюса она им не дает. Слон С6, мне кажется, ход более правильный, чем ладья бьет Е2. Но, с другой стороны, здесь я защитил пешку. И вот тут мог сыграть ладья Е1. Я уже забыл упомянуть, что вот когда я вам рассказывал про Игоря Ильича, вот примерно в этот момент, мне страшно хотелось сдаться. У меня было совершенно ватное состояние. Абсолютно неработоспособная голова. Повышенное, как мне казалось, давление при этом. Хотя ватная голова, наверное, должна быть при пониженном давлении. И хотелось пойти к врачу как можно быстрее. Раньше, вот там, где я понимал, что я уравнял, я бы мог предложить ничью. Сейчас, какую бы позицию мы не играли, я понимал, что в равной позиции, конечно, мой противник предпочтет играть дальше. Потому что у меня на лице не написано, что мне плохо. Внешне организм выглядит достаточно крепким. Ну, вчера были бури тут страшные, дожди там и так далее. Ну, и в общем, вот ходом ладья Е1 удавалось белым соскочить. И хотя после ладья С4 вроде бы у черных инициатива. Небольшая лишняя пешка, активные фигуры. Но вот, скажем, после слона Ф3, железо считает, что логичная вот такая ничья. Конь Е4, слон Ф3 и так далее. Хотя визуально выглядит, что у черных здесь получше. Вот, ладья Д2, это неточность, допускает конь Е4. И черные пешки раздваиваются. Ну, это полбеды. Главная беда в том, что у белых есть несколько ослабленная белая поля на королевском фланге. А у черных при всем при этом присутствует белопольный слон. Давайте его зелененьким сделаем. Вот, то есть, большие шансы получить мат по белым полям. Я примерно так и пропустил. Ферзь С2, Д5. Д5 ход неточный. Ферзь С2 ход неточный. Ладья Д1 ход неточный. Надо было как-то сначала слон Д4 пойти. Вот. Здесь у него был ресурс Ферзь Ж4. Ладно, давайте побыстрее пробежим эту партию. Я уже утомился ее показывать. Мне предстоит сейчас еще одну комментировать сегодняшнюю. В общем, здесь у черных в этом разноцвете есть стратегическая инициатива. Но сильный ход Ферзь Д1 фактически лишает их шансов на победу. В любой момент, возможно, Ферзь Ф1. Я это видел. Вот прямо здесь можно было пойти Ферзь Ф1. И Железный Дровосек пишет, что ничья не за горами. На Ферзь Ж4 ладья Б7. Белые еще сами начинают прицеливаться. В любой момент могут Х3 пойти. То есть, единственная открытая линия в руках у белых. Я как бы понимал, что здесь худший уже позади. Тем не менее, начал зевать. Что я зевнул здесь? То есть, последовало Х4. Но вот здесь-то ход Ферзь Ф1 просто необходим. Ферзь Ф1. И он у меня записан. Давайте посмотрим. Ферзь Ф1. И, допустим, на Ферзь Ф5. На Ферзь Ф5. Просто Х3 с идеей пойти Ж4. И пробить эту броню вообще невозможно. Размен на Ж3 ведет к размену наиболее опасной фигуры. Вообще, в лагере белых слабы белые поля. Им надо было позицию еще только подбелить. Вот. Поставить Х3, Ж4. И там ничья не за горами. Потому что игра на победу со стороны черных должна быть связана с ходом Ф5. Что, несомненно, одобрят ладья Б7 и слон Д4. Вот. Но тут я чуть было не зевнул. Я решил, что мне нужно поменять ладьи. Хотел пойти ладья Б8. И увидел, что Х3. Вообще, идея сдаяния ладьи была в том, чтобы смахнуть все ладьи. Но глупость же. То есть, если бы я себя нормально чувствовал, разве я бы с этой целью сдваивал ладьи? Единственную открытую линию захватил и давай меняться. То есть, после Х3, Ф3, Ладья Х6 грозит мат. После Ферзь бьет Х2. Надо срочно бежать. Ну, тут черные отыгрывают ладью. И пешка Ф переместилась на Ж3. А броню белая не поставили. Такую, которая там могла бы быть. Придется ходить Х4. И после ладья Ж6 у черных очень серьезные шансы на победу. Пешка Ж3 слабая. Пешка Е2. Ну, тут бы точно не отбился. Я это заметил, но решил поменяться способом ладья Б6. Как меня чайки утомили, если честно. Вот тут прямо в гостинице живут на крыше. И все время орут. Вот. Из-за этого, кстати, вот тогда не выспался. Правда? После партии с Игорем Ильичем уснул до 9 часов вечера, а проснулся в 9 с лишним утра. Вот. Полсуток проспал. И вот как раз на сегодняшнюю эту партию вышел как огурчик. Ну, а здесь после слабого хода ладья Б6, конечно же, следует немедленное Е3. ФЕ нету из-за АЖ. Приходится бить на Е6. И партия потихоньку сползает. Здесь я еще ЖАЖ взял. Должен был пешку Е2 все-таки придержать ходом ладья Б2, наверное. После слон бьет Е2 и висит ферзь. Угрожает шаг на Ж4. Ну и в довершение всего зевок ладьи. Тут я даже не обменявшись, ну, рукопожатиями-то поменялись, но даже парой слов не обменявшись, побежал к врачу мерить давление и узнавать о том, какой диеты предстоит придерживаться. Вот. Но главное, главное мне сказали, что надо выспаться. Вот. Ну, в общем, эту партию играл, по сути, не я. Да, я так посмотрел, да и жена тоже у меня поняла очень быстро, что играл не я, ходы дел, не Роман Овечкин, а кто-то другой. То есть, в целом, такое не обидное поражение. Ну, если голова не работала, что можно требовать? Вот. То есть, если руки отнялись, то копать же сложно. Вот. Так и тут. Поэтому, какие могут быть ко мне претензии, я не понимаю. Вот. Ну, на этом рассказ об этой партии я завершу. То есть, после нее мне удалось прийти в номер и как следует выспаться. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok